Здравствуйте, Алексей. Масштабная и длительная кампания. То есть начнется 1 апреля запись. Завершится когда? Совершенно верно. Запись начинается с 1 апреля и завершится она 30 июня. Это для тех детей, которые проживают на закрепленной за общеобразовательной организацией территории. А для тех детей, которые не в своем районе пойдут в школу в первый класс, для них другие сроки получаются? Да, для них сроки другие. И запись для этих детей начнется с 6 июля и продолжится до 5 сентября. Вот что касается 1 апреля. Там ведь запись, подача электронных заявлений, заявлений в электронной форме, насколько я знаю, она начинается в 2 часа ночи. Почему такое время выбрано? Такое время выбрано в этом году не случайно. Это сделано для того, чтобы работа электронной системы, которая регистрирует заявление, происходила корректно, чтобы избежать ошибок прошлого года. В этом году подача заявлений, время подачи заявлений распределены по территориям Российской Федерации. Для Свердловской области было предложено время, начало подачи электронных заявлений в 2 часа ночи. Ну вот о самой процедуре, пожалуйста, расскажите. То есть каким образом вообще записать ребенка, первоклассника в школу? Ну сама процедура начинается с подачи заявления родителям, предоставления пакета необходимых документов. И дальше уже идет рассмотрение и принятие решения о зачислении или отказе в зачислении. В этом году подать заявление можно несколькими способами. Сохранилась форма подачи личным обращением в образовательную организацию, либо многофункциональный центр. Возможно использовать электронные порталы. Это единый образовательный портал Свердловской области, а также единый портал государственных и муниципальных услуг. Возможно почтовым обращением с уведомлением о вручении письма. То есть почта не электронная, а классическая почта? Классическая почта, совершенно верно. То есть запечатать в конверт и отправить с уведомлением о вручении письма. Какие документы нужны? Для приема в первый класс перечень документов по сравнению с прошлым годом не изменился. Необходимо документ, удостоверяющий личность родителя или законного представителя. Необходим документ, удостоверяющий личность ребенка и его родство устанавливающий с родителем. Это обычно свидетельство о рождении. Далее справка о регистрации по месту жительства ребенка или по месту пребывания. Для тех детей, которые идут в образовательную организацию, которым на 1 сентября не исполнилось 6 лет и 6 месяцев, либо дети старше 8 лет, для этих детей необходимо разрешение управления образованием. Если детям необходимо создание специальных условий обучения по адаптированной образовательной программе, в этом случае родители должны предоставить заключение психолога-медико-педагогической комиссии. Но еще одно дополнение, то, что касается граждан, чьи дети обладают правом первоочередного и преимущественного приема, в первую очередь скажу про первоочередной прием права. Необходимо предоставить родителям справку с места работы. Первоочередной прием – это что такое? Это почему? Правом первоочередного приема обладают дети сотрудников полиции, сотрудников органов уголовно-исполнительных, таможенных служб, органов внутренних дел, которые не входят в структуру полиции. Эти дети обладают правом первоочередного приема. Военнослужащих? И, совершенно верно, дети военнослужащих. А заявление, которое будет подано, оно в какие сроки рассматривается? Давайте начнем со времени подачи заявления, предоставления необходимых документов и принятия решения о зачислении ребенка или об отказе в зачислении. То есть, начинается подача заявления в два часа, как я уже сказала, и вообще начало с первого апреля. Далее, родителям, которые подали заявление в электронном виде, необходимо в течение 14 календарных дней в образовательную организацию предоставить документы, которые я перечислила выше. Но для того, чтобы учесть право первоочередного преимущественного приема, документы будут приниматься до конца июня, и уже решение о зачислении ребенка в образовательную организацию будет происходить в июле, с 1 по 5 июля в течение трех рабочих дней. Еще говорили про преимущественный первоочередной прием. Ситуация, когда, допустим, старшие дети уже учатся в этой школе, братья и сестры старшие, то есть ученик, получается, первоклассник нынешний, он тоже может пойти в эту же школу и имеет право. Совершенно верно. Братья и сестры детей, которые уже учатся в образовательной организации, имеют право преимущественного приема. Здесь есть небольшой нюанс. Дети должны проживать в одной семье, иметь общее место проживания. Подать заявление вообще можно только в одну школу родителям, допустим, первоклассника будущего, или несколько школ, может быть, или должно быть несколько школ вообще? Поясню следующее. Так как очередность формируется в электронном виде через автоматизированную систему ее услуги образования, подача заявления предусмотрена только в одну образовательную организацию. Невозможно подать в две школы заявление, невозможно подать двум родителям на одного ребенка заявление, поэтому только в одну школу. Очереди вообще предполагаются? Допустим, кто-то выбрал же школу, но где-то больше выбирают школу людей, где-то меньше. Вы как-то готовы к этой ситуации? Что где-то будут очереди, а где-то наоборот свободные места? Мы, конечно, готовимся к этой ситуации, но хочу сказать, что по прогнозу количество первоклассников не будет превышать количество первоклассников прошлого года, и оно составит в пределах 2 тысяч, 2 тысяч 100 человек. Далее по поводу очередности. Хочу обратить внимание на то, что в этом году новый порядок приема, который предусматривает возможность предоставления документов в течение трех месяцев, это первое. Далее то, о чем я говорила, 14 календарных дней после подачи заявления, это второе. Но при этом хотелось бы отметить, конечно, школы имеют ограничения, и в каждой школе может быть принято определенное количество учащихся, будущих первоклассников. Вся информация о том, сколько классов планирует открыть образовательная организация, размещена на сайте школы. То есть у каждой школы есть свой официальный сайт, и там должно быть такая информация? Совершенно верно. Обязательно размещена информация о том, сколько планируется открыть первых классов, и сколько учащихся в них будет. При приеме в школу первоклассника предусмотрены ли какие-то тесты, контрольные работы, может быть, экзамены какие-то, вот именно при приеме в первый класс? При приеме в первый класс никакого индивидуального отбора не предусмотрено. Что касается еще такого нюанса, иностранные граждане или вот без гражданства, допустим, родители, для них процедура записи ребенка в первый класс сложнее? Я имею в виду в плане набора документов, вот например, которые они должны предоставить. Особой сложностью она не отличается. Точно так же граждане, чьи дети являются иностранцами, должны предоставить документ иностранного государства о том, что они имеют право предоставлять интересы этого ребенка, а у ребенка имеется право проживания и пребывания на территории Российской Федерации. Еще уточню, что касается привязки школ к районам. Очередность, то есть преимущество здесь имеют те, кто пойдет в свою школу, которая привязана к району, а потом уже, если останутся свободные места, то будут рассматриваться другие претенденты. Это так и происходит. Совершенно верно. Но опять же обозначим вот этот временной промежуток. С 1 апреля по 30 июня идут дети по прописке. С 6 июля и по 5 сентября те, кто не привязаны к месту проживания на свободные места в образовательных организациях. Но еще хочу сказать, это, наверное, скорее характерно для школ, расположенных в сельской местности. В случае, если до 30 июня осуществлен набор и прием документов от всех граждан, которые проживают на данной территории, и понятно, что это можно определить, так как территория локальна, возможен прием документов граждан, не проживающих на закрепленной территории до 6 июля. Ну, в общем, можно сказать, что и времени должно хватить всем на эти процедуры, и мест тоже в школах должно хватить всем. Да. Спасибо вам большое за беседу. На этой оптимистичной ноте эфир завершим. Спасибо телезрителям за то, что вы сегодня были с нами. Всего доброго. До встречи. Будьте здоровы, берегите себя.